ПМС упразднили. Указом президента отделения федеральной миграционной службы теперь будет входить в состав ПМВД. Ненецкий округ снова в топе. Зарплата врачей региона признана одной из самых высоких в России. На прямой связи 31 мая в эфире радио Наринмар-ФМ на вопросы жителей ответит губернатор Ненецкого округа. С итогами дня в студии Ирина Цепитова. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о безменении правил дорожного движения, которым вводится термин «опасное вождение». Постановление касается тех, кто неправильно себя ведет на дороге, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Соответствующие предложения легли на стол главы правительства еще в марте, но тогда он отложил их утверждение, попросив провести широкую общественную дискуссию с подключением экспертного сообщества. После всех дискуссий к опасному вождению отнесли невыполнение при перестроении требований уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, препятствование обгону. Теперь в правительстве думают о том, каким должен быть штраф за опасное вождение. Изначально речь шла о сумме в 5000 рублей, однако он может быть и выше. Ликвидация Федеральной миграционной службы полностью завершится к 31 декабря текущего года. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Федеральная миграционная служба была создана в 2004 году путем выделения из состава МВД подразделений паспортно-визовой службы и подразделений по делам миграции. Отдел Федеральной миграционной службы по Нинецкому округу полностью сохранит штат при реорганизации, связанной с вхождением в систему Министерства внутренних дел. Об этом на пресс-конференции сообщил глава правоохранительного ведомства Нинецкого округа Олег Яковлев. Отделение Федеральной миграционной службы упразднено в апреле указом президента России Владимира Путина. Теперь оно будет входить в состав МВД. Всего к нам переходит 28 штатных единиц. Повторяюсь, 28 штатных единиц. То есть ни одного сотрудника, которые работали раньше, когда они отделялись в отдельную структуру, все они возвращены к нам обратно. Сейчас идет процедура приема-передачи имущества, движимого, недвижимого имущества. В первое время отдел будет находиться под непосредственным руководством Олега Яковлева. Это позволит сохранить темпы работы на прежнем уровне. Ведь сейчас УФМС представляет население более 30 государственных услуг. От выдачи паспортов до контроля за иностранными гражданами. Зарплата врачей в Ненецком округе признана одной из самых высоких в России. По данным Росстата, самые высокие зарплаты – более 100 тысяч рублей – получают врачи в Ненецком, Ямалоненецком и Чукотском автономных округах. Так, средняя зарплата врачей в нашем округе составляет порядка 113,5 тысяч рублей. Среднего медицинского персонала – около 71 тысячи, младшего персонала – почти 39 тысяч рублей. В Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты НАО пояснили, что зарплата медиков считается, исходя из оклада, который, к примеру, у врачей варьируется от 11 до 14 тысяч рублей. К этому окладу прибавляются живые, районные и климатические надбавки, надбавки за вредности и ненормированный рабочий день, а также премием. Учитывая условия труда, врачи, медсестры и медперсонал, который работает в стационаре, получают зарплату больше, чем медики, которые трудятся в амбулаторных условиях. В целях привлечения специалистов для работы в округе в региональном законодательстве закреплены дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам. Молодые специалисты в течение трех лет получают дополнительную надбавку к зарплате не менее 30% от оклада. Реализация проекта «Социальная карта НАО» начнется в четвертом квартале 2016 года. Об этом в программе «Актуальное интервью» рассказал директор Неницкого информационно-аналитического центра Павел Окладников. Сейчас учреждение ведет конкурсные процедуры. На первом этапе заказано 10 тысяч карт. На первом этапе запланировано предоставление трех услуг. Это оплата проезда в автотранспорте, обеспечение молочной продукцией и детским питанием детей до трех лет. В дальнейшем область ее применения будет расширена. Отмечу, что внешне, в частности по форме, социальная карта будет напоминать банковскую карточку. На ней будет фото, фамилия, имя, отчество ее держателя и чип, в котором будет содержаться вся информация. Да, карта будет своим родом идентификатором. Идентификатором человека, идентификатором услуг. То есть при обращении на первом этапе это за детским питанием, за молочным питанием для детей, то есть так называемой молочной кухней и проезд в общественном транспорте. Человек, житель Ленинского округа будет предъявлять данную карту и по ней уже будет проходить активация услуги. То есть будет обозначено, имеет право на эту услугу, либо же не имеет. Для дальнейшего развития планируем, что, скорее всего, у каждого жителя округа, независимо от того, является он получателем услуг или нет, но в дальнейшем, может быть, он будет являться, получателем услугу, у каждого будет данная карточка. На первом этапе заказано 10 тысяч карт, то есть основ, на которые будет наноситься вся информация. Как раз-таки в эти первые полгода мы будем анализировать, какая потребность на этих картах стоит, и после этого будем заказывать. Но в такой ситуации, что кто-то придет с заявкой, и ему не предоставится карта, ему не предоставится карта, этого не будет. То есть в любом случае будем анализировать, сколько карт осталось, сколько потребностей имеется, и где-то заказывать. Скажем так, здесь две стороны. То есть одна сторона – это удобство для получателя услуг. То есть теперь нет необходимости носить большой пакет документов по разным услугам. Достаточно один раз зарегистрировать, завести на карточку те услуги, которые вам положены по мерам социальной поддержки Ненинского округа, и после этого иметь только ее в наличии. То есть не обязательно даже паспорт, удостоверение личности. Она будет для социальных любовцев сама являться удостоверением личности. Сейчас разрабатывается и дополняется существующая нормативно-правовая база по получениям социальных мер социальной поддержки в Ненинском округе. И как раз таки социальная карта там будет прописана и обусловлена уже. Но еще раз хотелось бы повторить, это делается не для удобства органов госвласти, не для удобства тех учреждений, которые предоставляют услуга непосредственно для удобства получателя услуги. 31 мая в прямом эфире радиостанции Наринмар-ФМ Игорь Кошин ответит на вопросы жителей округа. Глава региона расскажет о приоритетах социальной политики, непростых решениях, условиях дефицитного бюджета, точках роста и проблемных вопросах округа. Вопросы будут приниматься в ходе самой прямой линии. Она начнется в 11 часов 31 мая на радио Наринмар-ФМ. Следить за ходом прямой линии также можно будет на сайте trk.sever.ru на странице Север-ФМ, где доступно онлайн-вещание радио. В прошлый раз глава региона отвечал на вопросы жителей 17 февраля. Тогда в течение часа Игорь Кошин ответил на 18 вопросов, поступивших в прямой эфир. Жители региона волновали проблемы, связанные с трудоустройством, расселение из ветхого и аварийного жилья, строительство новых социальных объектов, жилье для сирот и другие. Звонки поступили из Наринмара, Оксина и Нельминоса. Городская администрация поддержит малый и средний бизнес. Осенью будет объявлен конкурс на получение грантов для начинающих предпринимателей на создание собственного бизнеса. В регионе, как и по всей стране, продолжается волна ЕГЭ. Сегодня выпускники нынешнего года и выпускники прошлых лет сдали обязательный госэкзамен по русскому языку. Его писали 233 человека. Пункты сдачи госэкзамена организованы на базе 1-й, 5-й телевизочной школы. Напомню, экзамен по русскому языку наряду с экзаменом по математике является обязательным для получения аттестата об окончании школы и поэтому самым массовым. Остальные предметы выпускники сдают по выбору. Всего экзамены проводятся по 14 общеобразовательным предметам. Самый популярный предмет по выбору общества знания. Его намерены сдать 165 человек. На втором по популярности месте физика и история. Биологию выбрали 58 человек, иностранные языки и химию 35, информатику 3 выпускника. Особенностью процедуры ЕГЭ в 2016 году стали печать контрольно-измерительных материалов и сканирование экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Если ранее эти материалы доставляли в печатном виде, теперь они поступают в электронном виде прямо в аудиторию по закрытым каналам связи. Затем с помощью ключей пакет документов расшифровывают и распечатывают в присутствии участников экзамена. Точно так же после окончания экзамена с данной работы тут же сканируют, шифруют и отсылают в региональный центр обработки информации. Первую часть работ проверяет компьютер, вторую – предметная комиссия. Далее все материалы уходят в Федеральный центр обработки информации. Успешной сдачи госэкзаменов российским выпускникам пожелали российские космонавты 47-й экспедиции на Международную космическую станцию. Юрий Маленченко, Олег Скрипочка и Алексей Овчинин. Они направили свое видеообращение. Это, наверное, как выход в космос после серьезной предполетной подготовки. Мы – космонавты. Только за один подготовительный этап сдаем более ста экзаменов. И уверяем, что нет повода для волнений. Обучение пройдено. Знания и навыки получены. Вы допущены к сдаче. Теперь выпускникам осталось только показать результат своих трудов. Использовать ЕГЭ как шанс проявить себя и выйти на новую жизненную орбиту. Желаем, чтобы в год 55-летия полета Юрия Гагарина в космос вам сопутствовал только отличный результат. На все пятерки. Администрация Наринмара выделит бюджетные средства на гранды начинающим предпринимателям. В соответствии с принятым положением сумма одного гранта не может превышать 400 тысяч рублей. Конкурс состоится осенью. Об этом сообщили на круглом столе. Он прошел в мэрии и был посвящен взаимодействию органов местного самоуправления с представителями малого и среднего бизнеса. Всего в текущем году на поддержку малого и среднего предпринимательства в бюджете города заложено более 4 миллионов рублей. Основные меры поддержки – это субсидии, гранты, предоставление имущества, которое находится в собственности муниципального образования, консультационная и информационная помощь. В этом году у нас, конечно, предоставление грантов начинающим предпринимателям, честно говоря, не планировалось. Но когда мы отчитывались перед депутатами городского совета, было нам рекомендовано все-таки вот именно в этой форме поддержку продолжать предоставлять. Поэтому сейчас мы эту работу проводим и хотим тоже по осени, естественно, организовать очередной конкурс. И, соответственно, сумму не увеличиваем, 400 тысяч также решили оставить. На гранты может заявиться любой начинающий предприниматель, кроме субъектов торговли, зарегистрированный не более года назад. В прошлом году гранты из средств городского бюджета получили три бизнесмена. Кроме того, популярностью у городских предпринимателей, как начинающих, так и действующих, пользуются субсидии. В том числе на возмещение части затрат по приобретению имущества, на возмещение части арендных платежей за коммунальные услуги и иные. Особый интерес у субъектов малого и среднего бизнеса вызывает возможность аренды муниципального имущества. Перечень его маленький, а проблема зареет большая. Бизнесу не хватает площадей и помещений. В этой связи в городе, как и в округе, задумывались о бизнес-инкубаторе. В чём там суть? Там также он будет для начинающих предпринимателей. То есть для тех, кто зарегистрировал не более года и срок деятельности не более трёх лет. Когда он три года в бизнес-инкубаторе пробудет, мы обязательно будем его высаботить и от очередного предоставить это помещение. Нам планируется снабжаться архитектурой, рабочим столом, интернетом, для того чтобы человек, и это будет, как и человек считается, стоимость арендной платы дешевле, чем по конечному. Это всё рассчитано. Вот в этом будет бизнес-инкубатор. Впрочем, отсутствие площадей и помещений не единственная проблема малого и среднего бизнеса. Растущие тарифы, высокая аренда, отсутствие социальных льгот и падающий покупательский спрос на фоне нестабильной экономической ситуации. Проблем у предпринимателей сегодня много. Решить их все за счёт бюджета не получится. Единственное, что возможно, поддерживать малый и средний бизнес с субсидиями и грантами, снимать административные барьеры и не допускать конкуренции между бюджетными и коммерческими предприятиями. Ирина Цепитова, Антон Мудряков, Телеканал Север. Субсидия Цепитова, Антон Мудряков, Телеканал Север Впервые в истории окружного радио Ненецкая ТРК запускает проект «Живой звук». Первыми в формате программы «Живой звук» выступили музыканты эстрадно-инструментальной студии «Куринт Процесс» под руководством Игоря Саботовича. Тропы детства. Приключенческая игра под таким названием прошла на лыжероллерной трассе. В этом году игру посвятили 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Участие в ней принял наш корреспондент Дмитрий Марков. Всего участие в игре приняло 8 команд. 4 команды представила 4-я школа – «Кадеты и отвага». 2 команды представил Ненецкий аграрно-экономический техникум – МЧС и «Адреналин». И по одной команде представил ДДТ поселка Искателей и ДДТ города Наринмара. Каждой предстояло пройти 9 этапов. Один из них – тушение имитированного очага из огнетушителя. Затем этап радиационно-химическая биологическая защита. Участникам требовалось одеть костюм «Аладин». Изначально судьи этот этап оценивали на время, но в связи с тем, что ребята одевали костюм впервые, пошли на уступки. Одним из самых интересных этапов стала пожарная эстафета. Не 4 человека от команды на время должны одеть пожарный костюм – боевку, провести рукавную магистраль и сбить водой бутылки. Также участники испытали себя в ориентировании на местности, оказании первой медицинской помощи, прошли проверку знаний о катастрофе на ЧАЭС, подготовку посадочной площадки для вертолёта и аварийные знаки. После игрового блока была продемонстрирована выставка спецтехники МЧС России и организованы демонстрационные выступления УМВД России по Ненецкому округу. Они показали работы группы захвата по ликвидации террористов с применением спецтехники и оружия. Дмитрий Марков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Праздник «Живи традиция» снова объединил представителей разных национальностей. Ежегодное мероприятие прошло на базе Центра арктического туризма с целью поддержки и популяризации традиционной культуры народов, проживающих на территории Ненецкого округа. В программе мероприятия – игровые, этнографические и краеведческие площадки. Работали сувенирная лавка и кухни национальных блюд. Гости смогли покататься на лошадях, посетить сферический кинотеатр, верёвочный парк и приняли участие в мастер-классах по народной культуре. На площадке комикультуры предлагали изготовить сыновку. Длина веток составляла до полутора метров. Дали на землю с одной стороны и с другой стороны сыновку. Поверх нижней сыновки ложили ещё сыновку, изготавливали её из травы. Ложили сверху, поперёк. И только после этого можно было жить с шкурой и на них уже спать. Для гостей праздника подготовили многочисленные игры и викторины о Ненецком округе. Например, участникам предлагали ответить на вопрос, как пить чай в прикуску или в накладку. Я вам предлагаю попить его с припуском. С припуском, но это значит, что он здесь есть. А что? Ну что, не возьми. Нет, не именно Алина. Сахар? Конечно, ты берёшь сахар. Бери сахар. Вот тебе чай. Сахар. И что ты делаешь, раз ты их прикусываешь? Откусываешь. И? Запиваешь. Запиваешь. Молодец. Ответила и чай. Так, дальше. В накладку. Это салават. Да. Это с чем-нибудь, да? Я оставлю. Вот тебе другое предлагаю. Давай в накладку. В накладку. Попьём в накладку. Это как? Зрители смогли не только интересно провести время на свежем воздухе, но и приняли участие в различных соревнованиях. Праздник украсили выступления творческих коллективов и исполнителей этнокультурного центра. Свои таланты представили представители народов Суоми из Мурманской и Норвегии. На радио Норинмар-ФМ стартовал новый проект. Живой звук – это часовой прямой эфир, в котором молодые коллективы играют песни, рассказывают о себе и имеют возможность быть услышанными. А для радиослушателей – это возможность познакомиться с творчеством местных музыкантов. Проникновенные звуки армянского дудука сменяют джазовые ритмы саксофона. И всё это в прямом эфире. Первыми в формате «Живой звук» выступили музыканты эстрадной инструментальной студии Current Process. Трансляция эфира велась не только на волнах радиостанции, но и на сайте телеканала «Север». Молодой коллектив уже успел завоевать любовь и признание зрителей Ненинского округа. Это необычно, масса впечатлений. Родители смотрели, брат с другого города смотрел, писал сообщения, уже когда были в эфире. На ременаре очень слабо развита музыка, и мне кажется, нужно её сильнее развивать, и если будут такие программы, люди потянутся. Свою работу студия Current Process начала в 2012 году. В репертуаре коллектива музыка абсолютно разных стилей. Неоклассика, современная эстрада, ковер-версии на лучшие зарубежные хиты. Каждый участник вносит свой вклад в музыкальную индивидуальность студии. В этом слушатели радио Наринмар-ФМ смогли убедиться лично. Наш коллектив побывал на живом звуке, на радио, и это было непередаваемо. Это было супер для нас. Это был новый этап, новые задачи были поставлены сегодня у нас на эфире. Все вдохновлены, это было круто, это супер. И я надеюсь, что это будет продолжаться, и новый коллектив будет посещать этот эфир, и мы будем слушать новые команды по радио. Такова была информационная картина дня. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова